В правительстве края наградили красноярцев, которые были задействованы в подготовке и проведении универсиады. 150 человек, проявивших свою ответственность, упорство, трудолюбие, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора края. Глава региона Александр Ус лично выразил признательность каждому и подчеркнул, что организация этого крупнейшего до региона спортивного события занимались десятки тысяч людей. Их работа с окончанием студенческих игр не закончилась, и ее результаты станут наследием для жителей всего региона на долгие годы. В течение короткого времени, практически за один строительный сезон, нам вместе, вам удалось изменить облик города, изменить к лучшему из столь значительных изменений наш город не знал уже многие годы. Среди награжденных в зале присутствовали руководители целых предприятий, которые все свои силы бросили на подготовку игр, и рядовые работники из различных социальных и производственных сфер, медики, аграрии, водители автобусов, сотрудники специальных служб и подразделений, индивидуальные предприниматели. В село в строительстве спортивных объектов принимало участие более 180 разных организаций, и 90% из них – красноярские компании. Самое сложное было – это все четко делать, все правильно было, потому что проверки были жесткие. Это все-таки гособъект, там не могли что-нибудь неправильно сделать, надо все было качественно делать, качественно и красиво. Вот и все. Звители что? Звители видят только что, вот он лед, и все, лед сверху, он видно, а какой он там, внизу уже никто не скажет, пока сам не прокатится. Если это не просто взял воду, налил, да и все, надо как-то его, надо еще построгать его, убрать лишнее, залить все, порезать, нарезать все, чтобы он был ровненький, накатистый. Сам губернатор тоже получил благодарность. Президент ФИСУ Олег Матыцын отметил огромный вклад Александра Уса в успешное проведение зимней универсиады. По единогласному мнению представителей международной спортивной общественности, условия, созданные в Красноярске для участников и гостей, позволяют считать эту зимнюю универсиаду лучшей в истории ФИСУ, заявил он. Продолжение следует...